Хочу начать с небольшой истории. Я познакомился с Destiny со второй части, когда узнал, что она выходит на ПК, и чекнув трейлер, и понял, что это та игра, которая мне прям нужна. Когда с игрой происходила, ну, полная хуйня, типа сезонов Форсейкина или Шэдоу Кипа, а потом и Бионд Лайт с его удалением контента, ой, простите, хранилищем, конечно же, я искренне думал, что эта игра для меня мертва, как и вера в студию Банджи. Потому что удаление из игры платного контента без какой-либо компенсации людям, которые за это платили, без каких-то вменяемых нововведений, типа, игра, конечно, улучшилась, обновлялись подклассы, система модов, билды, это всё, конечно, шло в лучшую сторону. Но качество самого наполнения, квесты и сюжет и количество шло только вниз. Исключение, наверное, Вичквин, но и то зависит от сезонов. Тем не менее, за игрой я продолжал следить со стороны, ибо я всё ещё люблю сеттинг и вселенную, и когда я зарёкся играть в Дустан, мне требовалась его замена. Мне нужна была дрочильня. Я, конечно, мог пойти в настоящую, но в тот момент как раз вышел Геншин Импакт, и я, будучи анимышником, конечно же, пошёл играть в него. Строго говоря, мне не понравилось. Настолько, что я вернулся в Destiny, которую я же обозвал величайшим скаун 21 века, и я же после этого потратил деньги, пусть и копейки на скидках ещё в турецком регионе, на последние дополнения. Нарушил свои принципы и буквально стерпел. Напоминает мне это кое-кого, но это далее по тексту. Сейчас же ситуация вообще уникальная. Этого обзора, скорее всего, не случилось бы, если бы ключ на Final Shape я не получил от самих Банжи. И это даже не рофл. А потому заранее... Это 12 из 10 и определённо лучшее дополнение в истории игровой индустрии. Окей, теперь когда чемоданы отработаны, поговорим серьёзно. И начнём с небольшой ретроспективы. В начале Destiny 2 была более казуальной версией первой части. Не было привычных многим контрактов у вендоров, ролоперков, да, даже слоты оружия были другими. Но на релизе игра хорошо погружала в себя и была понятна и для новичков. Общий пайплайн-геймплей с еженедельным фармом, тем, как работают квесты, чем легендарное оружие отличается от экзотического и как получать разные валюты и что с ними делать. Ну, короче, вопросы, если возникали, то только по конкретным прохождениям конкретных квестов. Ибо тогда, в 2017-м, экзотические квесты были настоящими загадками. Помните? Крысиного короля. В его описании буквально были загадки. Или тот же квест на шёпот, который был секретным. Что с подобным подходом стало в дальнейшем? Ну, Банджи просто открывали ответ после того, как люди за сутки не смогли решить загадку. Да, лаборатория на ёба. Тьфу ты, блядь, не оба. Далее были первые расширения, в которых Банджи уже решили, так сказать, насрать Васирисе и смыть потом Вармайнде. За одним дерьмовым и разочаровывающим дополнением шло неплохое. Прочёсывать Марс, в отличие от Меркурия, было интересно, а вышеупомянутый квест на чёрный шпиндель, ну или шёпот... Ох, сколько я людей через него в своё время провёл. А потом были... отвергнутые. Ну, честно, лучший год для игры. Клёвый вестерновый сюжет, где мы мстили за убийство KD6, город грёз, меняющийся с проклятием, охренительная эндгейм-локация, рейд последнее желание... Сезоны, правда, оказались хуетой, но потом вышел Shadowkeep. Игру перевели на фри-то-плей, она вышла в стиме, компенсацию, естественно, игроки, покупавшие игру, не получили, а хронология повествования постепенно начала ломаться. Само дополнение было, блядь, отвратительным. Я недавно его прошёл, и... Вы вообще понимаете, что весь Shadowkeep, вся его вот основная сюжетная кампания, состоит исключительно из гринда контрактов и паблик-ивентов? Блядь, серьёзно, ни постановочных миссий, ни страйков, ну один максимум, типа... А в основном тебя реально заставляют бегать по паблик-ивентам. Это ж, блядь, пиздец! В этом дополнении нихуя больше нет, кроме форшедоуинга в конце, где мы впервые контактируем с тьмой. Классная катсцена, кстати. В Beyond Light стражи получили тьму в виде стихии стазиса, и... Это самое яркое впечатление от этого дополнения. Хотя, вру. Ярче полыхала только моя жопа и жопы многих других игроков, когда Bungie представили хранилище контента. На деле из игры выпилили оригинальную кампанию, два DLC первого года, Меркурий, Ио, Титан, Левиафан со всеми рейдами и квесты, что были на этих местах. А год спустя ещё и выпилили кампанию Форсейкена. И... напоминаю, да, люди за это платили деньги. Чтобы вы это потом удаляли под предлогом, игра много весит. Вы там, блядь, совсем ебанулись? Учитывая, особенно, картинку вот эту вот, где вся игра с Final Shape'ом должна была весить сколько там, 300 гигабайт? Но, ладно, этого в итоге не произошло. И вот, опустив на самом деле все вот эти крысиные мувы, бесплатная версия игры стала включать в себя контент из первой Destiny. Блядь, у вас вроде как места нет. И, ладно, хер с ним рейды из оригинала. Ладно, пролог с пробуждением, окей, хорошо. Но, вот, космодром нахуя нужен? И вот это вот новое обучение вместо сюжетки Красной Войны, новое обучение оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. На эту тему на ютубе лежит куча видосов, которые показывают, почему бесплатная версия, ну, грубо говоря, недружелюбна и местами даже неиграбельна. Далее был Вичквин, ну, исключение из всех правил, он был в целом хорош, но на его существование как будто сейчас вот просто похуй. А потом был Лайтфол, который был засран просто всеми. Вообще, Лайтфол и Файнал Шейп должны были быть одним дополнением, но тут сыграло и отвратительное состояние студии, и недостаток финансов, на фоне чего недавно произошли сокращения. И после всего произошедшего на Файнал Шейп надежд, ну, практически не было. А это последнее дополнение, которое должно было вернуть игре доброе имя. И получилось ли у него это сделать? Начать предлагаю с визуала. Все дополнение построено на ностальгии, а значит художники выбрали визуальный стиль, насрать готовыми ассетами и не смывать. И у них получилось, ну, красиво. Бледное сердце — это чистый визуальный оргазм, под куполом которого собрались все визуальные стили, что когда-либо были в Destiny. Но, несмотря на явный реюз, выглядит все это уникально и в то же время неправильно. Суть в том, что бледное сердце, в отличие от большинства мест назначений, это скорее метафизическое, нежели какая-то географическая точка. В дизайне Destiny есть такой термин, как пароказуальность или паропричинность. Этим термином обозначают все элементы сеттинга или игры, у которых намеренно, нарушена или отсутствует причинно-следственная связь. Пароказуальность свойственна магии, необъяснимым явлениям или технологиям, божественным силам, или самый яркий, на мой взгляд, пример пароказуальности — 9. Вечность — это место, которое, ну, не объяснить где находится, как туда попасть, ну, в плане вот мы влетаем в эту черную дыру и где вот мы. Это другой рукав галактики, другое измерение, или это просто инселад? Ну, непонятно. Но причину и следствие здесь выявить все еще можно. Типа, червоточина — это причина, а вечность — это следствие. В случае странника это так не работает, потому что даже если попытаться составить причинно-следственную связь, то получится, что мы влетели через портал и оказались внутри странника. Но нет. Во-первых, фантастический портал, в отличие от научной червоточины, это само по себе уже парказуально. А учитывая то, что он был открыт еще и вуалью, другой параказуальной сущностью, это все еще остается непонятным. Во-вторых, внутрь странника... А это куда? Что вообще такое странник? Это живое существо? Это огромный древний механизм? Или это бог? Как следствием вообще может быть то, что мы внутри него? Тем более, учитывая, что внутри странник подстраивает свой мир под каждого, показывая тому человеку то, что он хочет видеть. И в рамках этого куски знакомых образов, которые мы видим, собираются в что-то некомфортное, странное, но в то же время очаровательное. Этакое лиминальное пространство, если позволите. Но и это еще не все. Образы искажены не только нашим восприятием, но и влиянием свидетеля, возможно даже в большей степени. Чем дальше мы проходим, тем больше затухают цвета, природа искажается, а пейзажи принимают ту самую финальную форму. И иногда это отдает вайбами далеких земель из Майнкрафта. А значит, я уважаю свидетеля за стремление задать всему идеальную кубическую форму, превратив весь мир в Майнкрафт. Ведь Майнкрафт это идеальная игра, в ней есть рыбалка. А в Destiny рыбалка закончилась. Остается только вычерпывать воду из тонущей лодки этой игры, идущей на дно после заявления о том, что контент банджи больше удалять не будут. Ладно, я прикалываюсь и в курсе, что рыбалка была в рамках сезонного ивента, так что подобный мув абсолютно нормален. Но рыбалку, пожалуйста, верните. Но вы только посмотрите на эту красоту. Здесь и последний город, и поля, напоминающие черный сад с самим сердцем, и куски города грез, и космодром с марсианскими ледниками. И да, это Рьюз, но смотри, Шедоу Кип, вот так надо делать! Не показывать трифайта с Гоулом Кротой и Фанатиком, а показывать образы. Что-то, что вызовет те же самые чувства на поверхность. И хоть лично я не застал всю Destiny, и потому многие образы мне были, ну, просто знакомы, но вот ностальжи от того, что я сам когда-то испытывал из всей кампании, вызвал у меня момент, когда один из сюжетных энкаунтеров обыгрывал этап с сердцем Ривен с последнего желания. Я еще во время прохождения закричал своей пати, «Не меняйте снаряжение, гитару словим!» Ой, кто помнит? Ну, везде и всюду есть свои подводные камни, ну или надводные камни, или вообще их отсутствие. К чему это я? Главная проблема Бледного Сердца, ну, ровно та же, что и у города Грёз. Эти локации пиздец, как интересно исследовать. И ввиду этого повышенного интереса исследования, ты натыкаешься на вот такое вот, когда ищешь сундук за водопадом, а в итоге находишь пропасть за карту. Ну, то есть, в этой локации очень много мест, в которые вот тебе кажется сюда можно попасть, а потом ты думаешь, а чё, так не было задумано разве? Вот эта пещера особенно, ну вот она же куда-то ведет, но здесь невидимая стена, я не могу туда пойти. И это большая проблема, которая присутствует у левел-дизайнеров Банжи не первый год, из-за чего исследование становится, ну, прям разочаровывающим. И попасть вот в эти самые границы карты, ну, достаточно просто, особенно если ты знаешь, что перышки запрятаны вот буквально везде. Но да ладно. Еще на пути через портал мы сталкиваемся с противниками с розовым ХП, которых пока что обходим стороной. Смекалистые уже могли предположить, что обходим их до тех пор, пока в наше распоряжение не попадет сила Призмы, а Титаны до сих пор ничего не поняли. И вы совершенно правы. Внутри странника мы наблюдаем, ну, опять же, красоту. Ну вот, вот как Алина Рин хочется ходить и говорить, ну, красиво. Вот от кого художники еще не перевелись, так это от Банжи. И практически сразу на входе в образ последнего города мы получаем начальную способность Призмы. И... ну, давайте об этом поговорим. Призма это... Я бы не сказал, что это подкласс, но и до статуса полноценного класса ему тоже как-то рановато. Надкласс. Похуй, пусть будет так. Фишек у Призмы много, но основной по праву является возможность пользоваться аспектами Света и Тьмы одновременно. Когда это только показали, я, конечно, ну, не стал задирать свои ожидания на самый верх. Шучу, я задрал их еще выше. И они оправдались, я бы сказал, на процентов 50. Далее я буду пояснять только за Призматик Хантера, потому что я Хантмейн. Титана и Локи, сосите жопу. Последний даже Граппл со Стрэнда не получили. В общем, если в ваших ожиданиях было то, что мы сможем комбинировать любые аспекты и стихии с основных подклассов и собирать йоба штуки, то, безусловно, это можно. Даже йоба в теории собираются. Но есть нюанс. Я уже сказал, что Локи не получили Граппл Стрэнда. Так вот, да. С каждого подкласса разработчики выделили по одной способности в их кастрированном виде. То есть, если при стандартных Стрэнд-аспектах у нас есть два заряда хука, то здесь всего один. Из-за чего мутить жесткие комбо, как тогда, нельзя. Из-за чего даже хочется вернуться на обычный Стрэнд с двумя хуками. Сейчас мне напишут про то самое комбо с дробовиком. Я знаю про него, да, я знаю. Но в Стрэнде мне не нравится ульта Хантов, и я предпочел бы солнечную ульту. Ну, вот тебе Голден Ган на три выстрела. На шесть выстрелов, увы, нету. Звездный полуночник с призматик Соларом, кстати, работает, если вы спрашивали. Как и все экзоты, нацеленные на определенные обилки. Ну то есть, да, я, естественно, хотел бы собраться в два хука, заряженную аркмелишку с ковырком, кодышащим друг друга, и ультой с огненными ножичками. Но это было бы слишком весело и, возможно, даже сломано. И мое вот это желание не исключает того, что в призматике есть много чего веселого и сломанного. Но даже опустив то, что вомбо-комбо собираются, даже очень хорошо собираются, даже со своими стандартными ограничениями нельзя не отметить, что призматик играется значительно иначе. Тут подмечу, что сбор разных билдов из Света и Тьмы с позиции игры на деле является лишь второй по значимости вещью. Почему-то. Ну то есть, наверное, потому что Светом и Тьмой мы и так и так пользуемся, пусть и раздельно. И вот этих чуваков с розовым хп этим просто так не убьешь. И тут приходит механика трансцендентности. Под ультой у нас теперь есть две шкалы, Света и Тьмы соответственно. Заполняются они в зависимости от того, чем ты наносишь противникам дамаг. Касается это как обилок, так и стихийного оружия. Способности и пушки со стихиями Solar, Void и Arc заряжают светлую шкалу. Стазис со Стрэндом — темную. Кинетик заряжает обе сразу, но очень медленно. Зарядив обе шкалы до предела, появится возможность трансцендировать в призму, что позволит нам юзать новую гранату, способную снять розовые очки из тех противников. Ну и на короткое время снизить кулдауны, мелехи и гранаты. Так последнюю еще и вовсе обновить. Умение безусловно полезное, но теперь внимательно посмотрите на свой арсенал. Да, вот на вот эти все Стрэнд пушки и Стрэнд билды, которые вы таскаете с Лайтфола. А как ты светлую сторону заряжать будешь? Посему, чтобы эффективнее пользоваться призмой, а эта штука полезна не только сбиванием щитов, опять же уменьшенные кулдауны и новая граната, придется конкретно так пересобрать свой арсенал из пушечек и перебалансировать свои способности. И да, призма накапливается только через геймплей, то есть рейд-баннеры ее не восполнят. Но на квестах могут присутствовать призматические швы, через которые она заряжается моментально. Обычно, когда они нужны, они есть. И пока я это писал, в мою редакцию поступили сообщения из первых уст. Оказывается, что существуют люди, которые каким-то образом упустили, как правильно снимать розовые хп, и не понимали, почему противники неуязвимы. И это даже не единичный случай. Эх, игроки в Destiny. И сейчас в интернете плюс 200% урона сборок на призматик, конечно, дохрена, но вот чисто для примера, что я смог сделать в первые дни без гайдов. Я сделал себе билд с фактически четырьмя гранатами. На основной у меня граппл от Стрэнда, солнечный аспект позволяет мне бросать шипастую гранату, которую еще можно подстрелить, и она еще больше урона нанесет. Трансцендентность дает мне призматическую гранату, а перк благословения странника, который можно использовать непосредственно внутри Белого Сердца, также выдает цветовую хаешку. И это просто первый попавшийся прикол, который я смог собрать. А уж с фрагментами и правильными экзотами уже можно собирать вот прям конфетку. Ну а мой текущий основной билд позволяет мне хорошенько так выпутываться из ситуации с пазлджампингами. Как бы если тройной прыжок мне вдруг что-то зафейлит, или я куда-нибудь упаду, то у меня все еще есть крюк, а если нет крюка, то есть арковый аспект, которым я могу просто нажать Х и сделать подлет вертолетиком. Короче, способов, как играть, можно найти много, и опять же, это я только за ханта говорю. Так что призматик, очевидно, удался. Но, естественно, новые способности и шмотки надо где-то применять. И Бледное Сердце значительно отличается от всех остальных открытых патрульных зон несколькими элементами. Во-первых, это закрытая патрульная зона, то есть рандомных игроков, выполняющих здесь активности, вы не встретите. Что, с одной стороны, прискорбно, с другой стороны, никто лишний тебе не мешает. Плюс это вроде как поясняется лором, плюс это вписывается в концепцию лиминальности, плюс ты все еще можешь позвать сюда друзей. Во-вторых, локация полуоткрытая, и то лишь частями. Просто посмотрите на карту. Она длится вот столько слева направо, и большая часть это кишка. Иногда разветвленная, но кишка. И если ранее ощущалось, что сначала была придумана лока, а уже потом на нее набросали квестов, то здесь подход со стороны дизайнеров читается ровно наоборот. Основная цель Бледного Сердца линейно провести игроков по сюжету. И вне сюжета большинство этих коридоров кажутся, ну, просто пустыми. Ну, как минимум, вряд ли ты захочешь в них возвращаться просто так. Они могли предложить что-то интересное один раз внутри компании, а потом они, считай, не нужны. Ну, хотя это лишь у меня такие ощущения. Естественно, там спрятаны призматические сундуки с фрагментами, которые к тому же необходимо открывать, решая загадки и проходя энкаунтеры. Открытые локации в этом плане выглядят пооптимистичнее, в них и затерянные сектора, и сундуки региона классические, и никаких паблик-ивентов. Ну, точнее, только местная вариация нашего любимого слепого колодца, эскалационного протокола, паноптикума. И да, я вас наебал. Аллилуйя! Свержение отличается от всех привычных мировых событий. Напоминаю про правила насрать всем подряд и не смывать, и эта активность работает так же. В зонах, где она включена, необходимо выполнять вообще что угодно. Убивать мавов, открывать сундуки, или искать особые задачки, понадерганные из других паблик-ивентов, или даже новые какие-нибудь. И все эти задачи могут еще наслаиваться друг на друга, приводя все к общему хаосу. Цель — собрать тысячу очков и сделать так три раза. Естественно, за задачки будет больше всего очков, для косарика достаточно выполнить около двух-трех. Ну, либо можно просто сделать тысячу киллов, или открыть сорок сундуков. Вас никто не ограничивает в том, как вы будете это делать. Причем, реально, нет даже ограничения по времени, ебись с этим сколько хочешь. Хоть на фоне выполняй. Приятным открытием также было то, что мне однажды пришлось прервать выполнение свержений и покинуть локацию, а когда я вернулся, прогресс сохранился. Обращаю внимание, что это было все в пределах бредного сердца. На четвертой волне, естественно, будет босс. Для каждой локации свой, и к каждому из которых есть свой подход. Ну, к тому, как им щиты ломать точнее. После этого зона будет очищена, и через минуты четыре все по новой. Эта штука находится в одном едином цикле, которую можно выполнять чуть ли не бесшовно со своим обычным исследованием. И опять же, условия разные, и само выполнение максимально человое. И вот сейчас я скажу то, с чем будут не согласны, ну, примерно все, с кем я проходил аддон. А... А, да. Но город грез чисто по ощущениям предлагал больше. Нет, конечно, если сравнивать, то свержение лучше любого паблик-ивента в игре, тем более, что оно включает их в себя все. Но город грез предлагал как паблики, так и слепой колодец в виде высокоуровневой активности, так и секретики, которые, не буду спорить, и там, и там хорошие. Но вот чисто эмоционально ты объезжаешь такой город грез вокруг, находишь какой-нибудь прикол и понимаешь. Дээм. Здесь по-любому есть что-то еще. А вот в Бледном Сердце ты объезжаешь его вдоль поперек, находишь прикол и такой... Ну, видимо, здесь больше нечего ловить. Хз, может у меня у одного так. И, если что, я не трогаю Недели Проклятий, потому что грезы были интересны даже в первую неделю. А вот Бледное Сердце какое-то слишком бледное. Простите меня. Но в этом сравнении я не трогаю квесты, потому что квесты, ну, это активности немного другого уровня. Многие из них это дрочь, конечно, как, например, квест на хвостов. Хм, ну, блять. Пройти все кисты по нескольку раз, закрыть все сундуки региона, все затерянные секторы, найти всех призраков, фрагменты странника, всю карту, короче, запылесосить, чтобы просто открыть вот этот сундук. А экзот-версию поначалу вообще хуй было получить из-за бага. Его, конечно, исправили, и я его сделал, и, честно, вообще сначала не понял. Автомат с каждым седьмым патроном рикошетищем по нескольку раз туда-сюда. В теории звучит неплохо, но в ПВЕ занимать этим перком слот экзотика, когда есть тот же микрокосм, вносящий примерно миллиард урона в секунду, ну, глупо как-то. А потом я взял хвостов в ПВП и больше не задавался никакими вопросами. Мне бы все равно никто не ответил. Все уже мертвы. Квест на вышеупомянутый микрокосм отправляет себя перепроходить три миссии сюжетной кампании в совместке с интересными модификаторами. Типа, на одного игрока падает дебаф тьмы, и при стаке в 10 кто-то должен перехватить его на стаке 7. А после, у того, у кого тьму перехватили, тот не может перехватывать ее сам. Ровно столько времени, чтобы вы чередовали баф втроем между друг другом и тупо жонглировали им. Причем, саму сюжетку мы проходили на легенде и, мягко говоря, сосали. А здесь есть серьезные усложняющие моды и силы на 15 уровней выше нашего было, и мы проходили это просто как прогулку по лесу. Видимо, настрадались и привыкли. Шмотки в целом удались. Тот же Эргосум. Экзот меч, который, во-первых, во второй слот, во-вторых, с возможностью выловить один из восьми существующих экзот перков. Все, конечно, молятся на перк с Галахорна. Квест на экзотический классовый предмет это отличное кооп-задание на двоих, которое просто вот позволяет вам раскрыть вашего напарника с той стороны, с которой вы его не знали. Здесь друг реально познается в игре и в своих знаниях того, как читать цифры по аналоговому циферблату. Внезапно, оказалось, многие это не умеют делать. Ну, а квест на снайперку Вечная Охота или как она там в русской версии называется вообще топчик. Ты собираешься с Кейдом и им орем на охоту и литературно разбиваешь лагерь, разводишь костер, ставишь палатку, выслеживаешь добычу, пока эти двое в переговорах ведут себя тупо как два батька, обсуждающих рыбалку. Очень клевый нарративный квест на годную снайпу с перком, позволяющим всем почувствовать себя хантом с ганслингером. И да, полуночник на перк возмездия работает. Заряженный выстрел икстрей, летс гоу! Так, стоп. Кейд и Ворон, Ворон Ульдрансов, который так-то пристрелил Кейда лет шесть назад, а теперь они два бати. Ммм. Короче, история эта тянется буквально с Форсейкина, где Ульдран убил Кейда, мы убили Ульдрана, но его воскресил призрак. И, по правилам, новоиспеченный страж просыпается с амнезией. А посему личность Ульдрана была вайпнута и появился Ворон. Конечно, он потом прознал, что он в прошлом делал, сожалел об этом, его вроде как все приняли и он принял себя. И Кейт при встрече с ним это понял и... Стоп, в смысле Кейт жив? Тут чутка исторической справки еще надо. Короче, Флот Тьмы уже конкретно так хуярит по Солнечной системе, начиная где-то с Вичквина, Лайтфолла, да может еще и раньше, в поисках Вуали, которая буквально противоположность Страннику, соответственно, воплощение Тьмы. А Свидетель это буквально Тьма. Ни метафорический, ни поэтический, ни... как там еще, блять, было? Вуаль ему нужна, чтобы объединить силы Тьмы и силы Света Странника для преобразования Вселенной в финальную форму, которая, судя по синематику, является смешной нарезкой детей. Короче, после определенных событий в Лайтфолле, Стражи находят способ попасть внутрь Странника через пятнадцатое желание. Все закрываторы Ласт Виш сейчас такие и ух! Все летят внутрь Странника и попадают в Бледное Сердце. Метафизическое место, которое Странник своим светом воплощает для нас. И Кейд явно тоже является лишь его воплощением. Прикол еще в том, что походу между смертью Кейда и тем, как он встретил Ульдрана, для нашего рогатого друга прошло всего пару минут, а не шесть лет. Теперь нам нужно продвигаться вглубь Странника, собирать наших друзей, параллельно проходя через манипуляции Свидетеля нашими воспоминаниями и желаниями. Сюжет я в деталях пересказывать не буду, но, чтобы посеять интригу, скажу лишь одно. Завала просто самый конченый долбоеб, которого можно было представить. Завала всегда был самым принципиальным дуболумом в серии, на уме которого был только устав, долг и прочее нытье, что мы не должны нападать первыми, или, как в Бионт Лайте, мы не должны использовать тьму, или в Вармайнде он максимально не доверял Распутину. И у него на то были причины, и за эту принципиальность его даже можно было уважать. Но когда тот, под влиянием эмоций, ну и манипуляцией свидетеля, пытается творить хуйню, когда его все буквально говорят какой-то долбоеб, не ведись нахуй, он всех отвергает, всех посылает, и сука заслуженно получает поебучки. После чего его шило в жопе, ну, по крайней мере на словах, вообще не угасает. Понятно, что на него нахлынули эмоции, им манипулировали, но многие эту хуйню как-то преодолели. Но не он. Господа титаны, если вам интересно, почему вас болят, то завала это одна из главных причин. И тут эта причина раскрывается, сука, на максимум. Касаемо финала, про катсцены говорить ничего не буду, но давайте так. То, что мы сразим свидетеля, это нихуя не спойлер, и то, что мы сделаем это не сразу, тоже. Сюжетный файт со свидетелем клёвый, на легенде мы его прям троили. Но сюжетная кампания обрывается на моменте, когда мы снимаем свидетелю щит, а далее нужно было ждать. Сейчас уже нет, но сначала нужно было закрыть рейд. Не переживай, тебе конкретно не нужно. Просто для открытия сюжета нужно было хотя бы одной команде в мире закрыть рейд грань спасения. Мы с ребятами троили его первыми же минутами, и за общее количество часов в ИС-7 мы не затащили даже первый этап. Мы почти разобрались в механике первого энкаунтера, и на самом деле я даже успел забыть, насколько рейды это весело. Я последний раз, наверное, истребителей прошлого ходил еще в 19-м году, а Дэйван так вообще пожиратель миров. У рейда интересные механики, и судя по тому, что мы увидели и что успели испытать сами, ну, здесь, если ты лох, то тебя паровозиком не прокатят. К слову, почти сутки потребовались на то, чтобы рейд был закрыт. И вот мы летим на финальное задание на 12 человек. И это, черт возьми, было эпично. И подводя итоги, хочется заключить, что в Банжи работают отвратительные сценаристы. Черт возьми, им понадобилось буквально 10 лет, чтобы рассказать историю, которая помещается на одной картинке. Это обложка альбома Pink Floyd The Dark Side of the Moon. Ее название уже напоминает нам сюжет, и то, что основные события начались именно на Луне. Но, что изображено на обложке в целом, луч света, очевидно мы, направляется в пирамиду, исчезает во тьме, после чего рассеивается на разные стихии. И тут, аки великий писатель Леня Проснувшийся, я могу заключить, что тьма не так проста. Это не пирамида. Это призма. Ладно, я опять прикалываюсь, но в каждой шутке есть доля шутки. Как дополнение, Final Shape это однозначно лучшее дополнение для Дустана и лучший финал саги. Было бы, конечно, еще лучше, если бы технический старт был нормальным. Да и в целом, багов предостаточно. То просто модельки не прогружаются и ты бегаешь с плазмой в глазах, то кнопки на инкаунтрах в рейде не засчитываются, квест на экзотических хвостов тоже починили только на вторую неделю. Баги, конечно, не прям критичны, чтобы сломать игру, но впечатление портит пиздец. Хотя много кто все еще продолжает сталкиваться с вылетами из игры, а еще навскидку я вспомню, что на трех сюжетных повторках падает снаряжение начального лайта. Зачем-то. Финал саги удался. Естественно, для игры это не конец, закрывать ее никто не собирается, у нас еще впереди целый год эпизодов. Очень хотелось бы, чтобы структурно это было лучше, чем сезонник, и пока я это писал, первый эпизод начал выходить, и... увы, это сезон. Сражений в плохом смысле, где одной из основных тем сюжета являются Сейнт со Сирисом, и после первого же квеста нам показывают шестичасовую сцену Сейгекса между этими двумя. Так, а почему это в минусах? А? Что это такое? Административно-правовой код? А, все, понял. А также Банжи уже затезерили нечто под названием Рубежи на одиннадцатый год франшизы. И я буду следить за этим. Наверное. Возможно, спустя сезон уже со стороны, как раньше. Я получил кучу положительных эмоций, в игру в целом. Поэтому на вопрос, стоит ли Final Shape своих денег, я могу ответить Блядь, я не знаю, я не покупал его. Советовать его покупать или не покупать тем, кто и так играет активно, бессмысленно. Они уже и так его купили. А вот тем, кто надеялся на Final Shape как на то, с чем они вернутся в игру, я могу сказать даже да. So, that means Destiny is back? Хм. Пока рыбалку не вернете, ни в коем случае. Субтитры создавал DimaTorzok